Один начальник спросил его Когда начальник услышал это, он опечалился, потому что был очень богат Иса посмотрел на него и сказал «Как трудно богатым войти в Царство Всевышнего! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Всевышнего!» Те, кто это слышал, спросили «Кто же тогда вообще может быть спасен?» Иса сказал «Невозможное человеку, возможно, Всевышнему» Тогда Петир сказал «Вот мы оставили все, что у нас было, и пошли за тобой» Иса сказал им «Говорю вам истину, каждый, кто оставил дом, или жену, или братьев, или родителей, или детей ради Царства Всевышнего, получит во много раз больше в этой жизни, а в будущем жизнь вечную» Иса, отведя двенадцать учеников в сторону, сказал им «Вот мы идем в Иерусалим, и там исполнится все, написанное пророками о том, кто был неспослан как человек Он будет отдан язычникам, те будут глумиться над ним, унижать его, плевать в него, бичевать и затем убьют, но на третий день он воскреснет» Слепой закричал «Иса, сын Давуда, сжалься надо мной» Те, что шли впереди, стали говорить, чтобы он замолчал, но слепой кричал еще громче «Сын Давуда, сжалься надо мной» Иса остановился и велел, чтобы этого человека подвели к нему Когда тот подошел, Иса спросил его «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» «Повелитель, я хочу снова видеть» Ответил слепой Иса сказал ему «Разри, твоя вера исцелила тебя» К слепому сразу же вернулось зрение, и он пошел за Исой в славе Всевышнего И весь народ, увидев это, также восхвалял Всевышнего Субтитры создавал DimaTorzok